привет снова бордисты у нас сегодня 30 декабря завтра уже новый год у нас вот тут видите тоже новогоднее настроение это заключительное видео в этом году в этом сезоне и она посвящена очень интересной и очень токсичной теме так что поехали смотрите до конца и кстати это видео розыгрыш так что никуда не уходите та самая токсичная тема это крепление степы да вы наверное знаете не один бренд который выпускает крепление степы соответственно мы вам покажем что у нас есть нового для вас для любителей степы на а может быть и для хейтеров степы на будет новая тема для комментариев сейчас пока раскроем коробочку да вот коробочка кстати такая крафтовая картонная до типа эко-френдли как мы любим это такой как анбоксинг я конечно не буду врать что я первый раз их открываю мне конечно их видео не раз и вы у нас уже их видели тоже в наших предыдущих видео но теперь наконец-то эти крепления до нас доехали они уже продаются в магазинах в этом сезоне эксклюзивно пока в магазине сквот ну в общем давайте не будем болтать а будем открывать коробочку крепление называется клюв клюв байдинг и пока я пытаюсь их достать и установить на сноуборд сейчас просто немножко болтаем про вообще степы на кстати интересная тема да как тут болтики расположены что тут еще есть коробочки нет еще лишь пользуйтесь лишим напишите комментариях есть мануал к установке так о и какой-то конверт конверт счет конверте запечатаны ладно это мы потом вскроем сейчас давайте пока займемся установкой да вот кстати на крепление gold winner это из по прошлой зимы когда крепление получили первое место за инновацию сфере сноубордических креплений в общем пока устанавливать буду поговорим про крепление степы но вообще для чего они нужны зачем они для кого думаю вы конечно же не раз сталкивались на горе когда например подмосковье сходите с подъемника со швабры там или не знаю с какой-нибудь креселки и перед вами просто сидят куча народу поперек склона сами с ноубордами и пристегиваются да там на самом деле я я достаточно часто сталкиваюсь таким и ты просто даже не можешь проехать между ними почему так происходит все понятно когда вы вам нужно встегнуть хотя бы одну ногу там или две а вы кататься еще к примеру не умеете хорошо и поэтому вам приходится садиться на снег опи холодно опи мокро ну конечно те кто умеет хорошо держаться на сноуборде они могут и стоит сделать но порой очень часто просто очень много начинающих на склоне которые совершенно не могут владеть доской владеть балансом а кому-то просто живот мешает пивной кстати вот диск диск сразу видно что он сделан под разные варианты закладных под обычные 44 под мини диск и под бертон который channel до 3d 3d у бертона еще если вы помните такие были три дырочки вот этот диск не подойдет поэтому если вам нужно под 3d это надо идет его заказывать на сайте отдельно на германии а и кстати сделано в германии это то есть качество должно быть очень хорошее так ну поехали дальше что там у нас про step in в общем не очень комфортно сноубордистом порой бывает на склоне одевать встегиваться точнее step in как раз для этого и придуман то есть это такая ветка в развитии строение креплений которые облегчает вам жизнь люди всегда стремятся к комфорту и соответственно разрабатывают какие-то новые и новые системы что было больше комфорта ну я думаю что ни для кого не секрет что одним на нас последних разработок которые на рынке так массово стрельнули это был бертоновский step in step on и в общем-то много его обсуждают во всяких соцсетях много обзоров но в общем это все посвящено тому чтобы вам было комфортно на склончике кататься пристегиваться беречь свою попу от промокания ну и не терять время да то есть представьте вот вы со степы нам у вас еще ботинки сбора к примеру да то есть вы просто моментально стягиваетесь моментально выстегиваетесь или там например если вам нужно на подъемнике отстегнуть свою заднюю ногу до утра бордистов да такая интересная вещь есть как задняя нога в общем пока когда вы вам нужно что-то быстро выстрелим по стегнуться но это обычно конечно же для катания там по подмосковным трассам или да и в общем-то и на курортах много встречаются подъемников с швабрами вы наверно встречали в своей практике при катании где-нибудь с границей что даже на подъемнике кресельным вам говорят отстегивайте на буги нам точнее отстегивать одну ногу вы говорите а мне неудобно они готова так положено ну в общем понятно до крепление степы на они для того чтобы облегчить вам жизнь кататься пристегиваться выстегиваться будет легче там или там например и не знаю вам в барчик надо забежать там выпить рюмку нарзана вы просто быстренько выстегиваете забегаетесь забегайте все это там выполняете свой квест и идете спокойно кататься дальше в общем удобства да там удобства кстати вот пока сейчас при прикручивал тоже обратил внимание ремешки они не пластиковые а нейлоновые да не такие очень мягенькие скорее всего будет очень проблематично их сломать есть тут газ педаль регулируемая то есть регулируется она здесь на платформе снизу есть целый ряд таких позиций да куда тыкается фиксатор на платформе то есть можно регулировать подрегулировать длину платформы крепление двух размеров существуют l и m l начиная от 43 от американской десятки м ну соответственно до 43 до американской десятки регулировка креплений происходит ну до установки да вам нужно на место установить вот эти вот например передний стреп он может чуть подальше чуть поближе вставать зависимости от размера ботинок регулировка длины переднего кэп стрепа осуществляется без инструмента но вот к сожалению верхний стреп нужно будет иметь с собой крестовую отвертку чтобы где-то на горе его подрегулировать но в общем вы поняли да что плюсы крепление степы им это комфорт теперь поговорим о минусах да то есть то что люди обычно как раз говорят в комментариях какие есть минусы у креплений степы скорее всего первое на что про что пишут это чтобы в них встегла нужна жесткая поверхность подмосковных наших горках да и на курортах пожалуйста вам эта жесткая поверхность она везде обеспечена потому что ну там все затрачат трассы все ровное и соответственно вы просто в такой ситуации спокойно встегивайтесь в каком-то пухлом снегу да там например мягкий снег но вы всегда можете доской сделать себе какую-то платформочку достаточно чтобы упереть туда и встегнуться но какие-то может быть совсем уж крайние случаи когда вы там на хелебординге высаживайтесь на какую-то не знаю минимальную кочечку точечку где вы там совершенно еле сидите возможно в таких случаях там что-то не пойдет не так но слушать вы прям вот каждый день так катаетесь да ладно давайте у меня тут все равно ботинок один для теста 2 мы пока не будем прикручивать значит продолжаем разговор о минусах степы на следующим минусом является то что у степы на вот этот хайбэк он нерегулируемый да то есть рекомендации укреплений это всегда когда вы ставите под углом потом разворачивать хайбэк максимально параллельно заднему конту да такой минус есть у всех степы на опять же вопрос от вы пользуетесь вообще этой функции в креплениях или вообще вы знаете но я надеюсь что наши зрители нашего канала наверно в большинстве своем знают о такой функции возможно даже и пользуются но судя по тому что происходит вообще глобально в мире я думаю всего лишь процентов 5 реально пользуется этой функции крепления все остальные просто прикручивают и все ну и к тому же современные хайбэки ботинки они достаточно широкие чтобы давить скажем не самый край ну то есть нагружать хайбэк спокойно сейчас можно и не регулирую его ну не знаю я на своих креплениях на обычных всегда его регулировал но опять же я про эту функцию знаю и стараюсь максимально все эти вещи используют люфты да то есть есть некие люфты за ну в зависимости от системы креплений их я бы еще раз говорю много есть люфты какие-то которые останавливают любителей точнее противников этих степын креплений я на самом деле уже не помню какие ну я не немного видел точнее степы на в последнее время кроме бертона я прям реально подходил к людям и спрашивал ребят ну к знакомым каким туда кто катается на степоне гребят ну что вот что с люфтами потому что все говорят что они есть ну там какие-то блогеры или диванные аналитики себе дом мы пробовали есть люфты ноут что касается например бертона да вот у него есть люфт который вот такой немножечко а вот такого люфта укрепление нет а где крепление важно именно вот этот вот данное правление движения и там люфт практически отсутствует но опять же это повод моим вопросам ребятам которые катаются поэтому опять же все относительно на каких-то системах может быть этот люфт более чувственный чувствителен на каких-то менее ну в общем такая проблема наверное существует какой еще есть минус я какой счету минус и четвертый минус ну возможно это такой основной да это так то что к степы нам нужно покупать специальные ботинки а то есть практически все существующие существующие сейчас на рынке степы на требуют специальных ботинок да вот берта на своя система у других брендов своей системы и соответственно человек вынужден купить крепление вынужден купить ботинки и опять же потом чтобы покататься в тех же ботинках на другой доске ботинки ну скорее всего придется поменять да это по крайней мере вот например бёртоновских вы уже в обычные крепления насколько я понимаю не влезете вот поэтому крепление клю немецкие разработчики они пошли своим путем и попытались все эти минусы нивелировать минус главный про ботинки до крепление клю не требует специальных ботинок вы можете взять любой ваш ботинок новый старый там не знаю да как какой угодно ботинок ну кроме там специальных опять же степы новских и использовать с креплениями клю никаких проблем не будет это соответственно четвертого минуса у этих креплений нет минус 3 где мы говорили про люфты идея ботин идея системы креплений клю в том что вот как вы видите это крепление с обычными стрепами а то есть вы стёгиваетесь как в обычные крепления никаких проблем стегнулись люфтов здесь никаких нет этот же это же тема отбрасывает первый минус до который говорил это где необходимо какая-то площадочка ступенечка чтобы пристегнуться до чтобы вставить ногу нажать вот здесь можно не нажимать здесь можно ставить в крепление в ботинок в крепление как в обычной то есть сразу же два минуса минуса минус а минус ну и про тот минус который мы базу начали номером 2 это вот регулировка хайбэка здесь тоже отсутствует но как вы поняли из предыдущего разговора что ну далеко не все пользуются этой регулировкой как работает этот степлин вы видите сзади красную ручку вы тянете за эту ручку и вытаскиваете ботинок из крепления при этом хайбэк остается у вас сзади верхний стреп остается на месте и под пяткой у вас остается часть платформы то есть вся система защелки она находится внутри платформы представляет собой такие некие подпружиненные крючки которые застегиваются за крючки здесь на крепление сейчас мы вам конечно покажем это все крупным планом соответственно чтобы стегнуть ногу вам нужно мысок поставить на место к капстрепу переднему попасть направляющими в креплениях и нажать пятку все все очень быстро происходит и просто и отсутствие всех таких минусов которые мы обсуждали на лицо вот кстати это до ботинок 32 с креплениями боа то есть вы зак не шнуруете там сидите быстренько закрутили быстренько стегнули все вы первые на горе вы первый делаете первый след и наслаждайтесь катанием в общем вот такие ботин вот такие крепления честно говоря я их еще к сожалению успел попробовать на снегу но на снегу у нас их попробует наш сотрудник это будет на на один из первых видео в следующем сезоне так что смотрите нас на каникулах вот что касается теперь давайте поговорим вот этой вот детали которая на остается на пятки ботинка она представляет собой некий каблучок да это каблучок и он будет чувствоваться но когда я надевал он очень низенький и собственно какого-то прям супер дискомфорта он не представляет материал с которым сделано вот этот платформа это такой какой-то рези плотная жесткая то ли резина то ли пластик в общем он достаточно износостойкий и опять же он не будет скользить да там по каким-то жестким мягким жестким ровным поверхностям там типа кафе или не знаю при каком-то износе ну да возможно этот материал будет изнашиваться со временем но есть возможность его заменить то есть вы просто откручиваете эту платформу вкручиваете другую запчасти есть обращайтесь если что ну в общем то можно наверно назвать это каким-то минусом дискомфортом при ходьбе но с другой стороны если вы хотите устроить google танцы на стеклянных столах в каком-нибудь баре на горе возможно да это будет не очень удобно делать таком стопы не но для всех остальных людей катающихся на горе это совершенно никак не помешает пройтись до бара там зайти извините в туалет и так далее то есть это все удобно и комфортно естественно есть угол наклона хайбека регулировка в общем все как в обычном креплении наверное кроме вот поворота хайбека поэтому наверно мы закончим на этом обзор этих креплений что еще про них можно сказать достаточно анатомичный верхний стреп мягкий он будет так хорошо нежно но надежно при прижимать ваш ботинок кстати где можно попробовать у нас если вы заметили в соцсетях заходите на наши странички у нас по всей по всем городам присутствия проходит тесты оборудования соответственно эти крепления отправились в тесты оборудования к сожалению они не успели доехать до первых тестов которые уже прошли вот сейчас начале в середине декабря боюсь что к концу декабря к началу января они тоже вряд ли появится вот это будет и тюмень по моему до начала января и после тюмени они пойдут нижний новгород нижнем новгороде тесты пройдут по моему 12 13 но в общем где-то вот в той части января после совсем сразу после новогодних праздников там уже будут эти крепления соответственно дальше в санкт-петербург они тоже поедут уже тестовая не поедет уже с этими креплениями также после нового года эти крепления поедут в красную поляну в музей друзей виталик привет там можно будет тоже их потестить и также там можно будет потестить сноуборда уникальные которые представлены в наших магазинах точнее представлены в нашем магазине vr freeride если вы помните с прошлого года мы снимали видео в этом магазине точнее это было несколько некая рога я перестройка внутри магазина сквот в данный момент этот магазин у нас не существует физически но идет ремонт и скорее всего концу января в москве в районе станции таганская откроется новый магазин сквот он же vr freeride куда мы поставим все наши уникальные сноуборды и естественно эти крепления вы сможете там уже купить эти крепления уже доступны в магазине в интернет-магазине цена цена наверно тоже не является минусом стоят они 36 тысяч рублей но если вы посмотрите на цену крепление бертон то вы наверное сопоставить эти две цены учитывая то что к бертону вам нужно покупать специальные ботинки а сюда вам специальных ботинок покупать не надо то есть допустим вы сменили крепление и вам нужно сменять менять еще и ботинки в этом случае вас ботинки всегда остаются ваше крепление вы можете поменять какие угодно подар подарок к новому году это будет крепление новая клю того размера который подходит именно вам условия такие вам нужно в комментариях под этим видео написать какие еще системы крепления степень вы знаете помимо бертона до который мы уже обсуждали в этом видео напишите ваши отзывы о например тех моделях на которых вы катались или что-то или вообще о ваших отношениях к системе степень в общем максимально интересные объемные и познавательные ответы мы все прочитаем и выберем наиболее интересные описания наиболее интересные повествования то есть это будет не рандом а просто ваше литературное творчество ну естественно ваш опыт в катании дедлайн 15 января то есть после 15 января мы уже не будем принимать поэтому старайтесь я думаю что это где-то в начале января выйдет уже видео и дней десять у вас будет на то чтобы написать какой-то хороший интересный комментарий каникулы друзья будут поэтому я думаю вы все успеете но теперь мне остается восток поздравить с наступающим новым годом ну или с наступившим когда это видео видит выйдет скорее всего уже новый год наступит всем хорошей каталки обильного снега заходите к нам в магазин vr фрирайд в москве который откроется я надеюсь где-то ну к началу февраля концу января следите за нашими анонсами ну и секс с новым годом еще раз не болейте